Общее сведение. Аскоридоз – одна из наиболее распространенных глиссных инфекций гельминтозов, вызываемая паразитическими круглыми червя и аскорислом брикоидоз. Основной контингент больных составляют дети младшего возраста. Возбудитель аскоридоза у ребенка аскорида человеческая имеет веретенообразную форму, бело-розовый цвет и достаточно крупные размеры. Самки – до 40 см, самцы – до 25 см. Аскорида способна паразитировать в различных органах ребенка, но основная их среда обитания – тонкий отдел кишечника. Аскоридозы у детей относятся к антропонозным гельминтозам. Единственным биологическим хозяином гельминта является человек, а созревание яиц происходит в почве. Аскоридозы у детей – личина и патогенез аскоридоза у детей. Источником заражения почвой яйцами гельминтов является больной аскоридозом человек. Сами аскориды во внешней среде не жизнеспособны, а их яйца могут сохраняться в почве многие годы. Заражение аскоридозом у детей осуществляется фекально-оральным путем при проглатывании яиц аскорид с созревшими до инвазионной стадии личинками. Наибольший риск заражения аскоридозом у детей имеется летом и осенью из-за недостаточного соблюдения правил личной гигиены после контакта. Землей и травой во время прогулки на детской площадке – височницы при употреблении немытых овощей, фруктов, зелени и некипяченой воды. Жизненный цикл аскориды включает несколько фаз развития. Из попавших в кишечник зрелых яиц аскорид высвобождаются личинки, которые проникают через слизистую оболочку в воротную вену и циркулируя. По кровяному руслу распространяются печень, желчный пузырь, правый желудочек, сердце, легкие и бронхи. При откашливании с бронхиальным секретом личинки попадают в ротовую полость и при заглатывании со слюной повторно в тонкий кишечник, где достигают половозрелого состояния. Период от момента заражения до развития взрослой особи аскорида занимает 2,5-3 месяца, что соответствует ранней эмиграционной стадии заболевания. Во время поздней кишечной стадии аскоридоза у детей в организме паразитируют взрослые иглисты. В сутки самка аскориды откладывает до четверти миллиона незрелых яиц, выделяющихся с фекалиями больного наружу. Продолжительность жизни взрослых особей аскорид не более 12 месяцев, после чего они погибают. Новое поколение личинок в том же организме появиться не может и даже в отсутствии лечения аскоридоза у детей полностью прекращается. Примерно через год, если за это время не произошло повторного заражения в ТЭД. Часть ауторинвазии Симптомы аскоридоза у детей Аскоридоз у детей при небольшом количестве паразитов может протекать в стертой форме. Иногда выраженные проявления интоксикации и аллергии могут отмечаться у ребенка уже в первые недели после заражения аскоридозом. В раннюю миграционную стадию возникает общение и недомогание, лихорадка до 38 градусов Цельсия, боль за грудины, аллергическая сыпь и зуд кожи, кашель сухой или со слизистой мокротой, иногда плеврит. При аскоридозе у детей отмечается увеличение печени, селезенки, лимфоузлов. В кишечной стадии аскоридоза у детей преобладают симптомы расстройства пищеварения, связанные со снижением кислотности желудочного сока и активности ферментов, ухудшением процессов переваривания пищи и всасывания питательных веществ. При аскоридозе детей начинают беспокоить периодические боли в животе, абдоминальный синдром, отсутствие аппетита, иногда отвращение к пище, повышенное слюнотечение, тошнота, непереносимость некоторых продуктов, метеоризм и неустойчивый стул, снижение массы тела, частые простудные заболевания. Для аскоридоза характерны нарушения со стороны нервной системы, астиновегетативный синдром у детей и отмечается быстрая утомляемость, снижение памяти, рассеянность, раздражительность, беспокойный сон, появление вестибулярных нарушений, гиперкинезов, эпилептиформных судорог. Осложнение аскоридоза у детей. Аскоридоз у детей опасен своими осложнениями. Личинки аскорид вызывают механические повреждения стенок различных органов и кровеносных сосудов, сопровождающиеся ограниченными или значительными кровоизлияниями, воспалительными инфильтратами, микронекрозами и изъязвлениями, иногда перфорацией тканей печени, тонкого кишечника, легких. Продукты жизнедеятельности, выделяемые личинкам и взрослыми аскоридами, оказывают сильное токсическое и аллергическое действие на организм. Аскоридоз у детей приводит к сенсибилизации всего организма и развитию ярко выраженных общих и местных аллергических реакций в виде астматического удушья и крапивницы. Аскоридоз у детей способствует развитию дисбактериоза, угнетая иммунную систему, повышает восприимчивость к различным инфекциям. В видеотрии аскоридоз у детей является противопоказанием к проведению профилактической вакцинации ввиду ее низкой эффективности. При массивной инвазии аскоридоза у детей может осложниться механической или спастической обтурацией просвета кишечника червеобразного отростка и желчных протоков, что приводит к кишечной непроходимости приступам острова аппендицита, холангита, холецистита, панкреатита. Развитие механической желтухи В эндемичных отчагах аскоридоза у ослабленных детей раннего возраста могут развиваться тяжелые пневмонии с летальным исходом. Диагностика аскоридоза у детей Диагностика ранней стадии аскоридоза у детей основывается на клиниках эпидемиологических данных и наличии дополнительных признаков. Лейкоцитоза и азинофилии В общем анализе крови, личинок в микроскопическом маске, мокротой и азинофильных инфильтратов при рентгенографии легких. Предложенные сирологические методы диагностики аскоридоза у детей Реакция при цепитации на живых личинках аскорид Реакция непрямой Гемоглютинации с аскоридозным антигеном ЭДР Не получили широкого распространения Более точная диагностика аскоридоза у детей возможно через 3 месяца после заражения во время хронической кишечной стадии заболевания. Когда глисты становятся плавозрелыми Для этого проводится лабораторное исследование икала на яйца гельминтов. В некоторых случаях взрослые аскориды могут быть обнаружены при проведении рентгенографии кишечника и грудной клетки, а также эндоскопических исследований или хирургических вмешательств в детской гастроэнтерологии. Лечение аскоридоза у детей и детям с установленным диагнозом аскоридоза назначается противогельминтная медикаментозная терапия, вид препаратов и продолжительность. Курсы лечения подбираются врачом-педиатром в зависимости от тяжести заболевания. В раннюю миграционную стадию аскоридоза у детей назначают десенсибилизирующие ионитигельминтные средства – теабендозол или мебендозолол, обладающие широким спектром противонематодной активности. Легочные проявления купируют приемом бранхолитических и картикостероидных препаратов. Для лечения кишечной стадии аскоридоза у детей применяют по выбору – левомизол однократно, перантел однократно, пеперозин, мебендозолол. Детям старше вторых лет, особенно при полиэнвазии. Эффективность лечения аскоридоза у детей данными препаратами составляет 80-100%. Через месяц после лечения проводится контрольное обследование ребенка.